После семи месяцев кровавой и безумной войны, которую развязал Владимир Путин, уже никто не сомневается, бункерный дед окончательно выжил из ума. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме женщины и мужчины, якобы существуют еще некие гендеры. Каждый раз, появляясь на публике и извергая из себя потоки нового бреда, кремлевский диктатор все больше убеждает всех в своей неадекватности. Чего стоит хотя бы этот, прости господи, экскурс в историю и обличение Запада в разврате и моральном разложении? И разве мы хотим, чтобы у нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы, был родитель номер один, номер два, номер три, совсем с пяти лежит? Единственная причина, которую он предъявил своему пипу, возлюбленному, что если я не пошлю миллион резервистов, наши враги придут к нам и заставят нас называть папу и маму родитель номер один, родитель номер два. Вот за этот бред миллион мамиков должны умереть. Хотя мы уверены, плешивый карлик активно тренируется демонстрировать слабоумие, которое он будет симулировать в Гааге, чтобы избежать суда. Ну а иначе как объяснить, к примеру, вот это? На этом видео, подписывая свои никчемные указы об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, кремлевский диктатор обмакивает, внимание, шариковую ручку в подставку Аки Перо в чернильницу. Не иначе мнит себя Петром Первым, расширяющим Российскую империю. Путину неохота видеть в зеркале убийцу, вора, захватчика власти, организатора заказных убийств. Он хочет подойти к зеркалу и увидеть там Петра. И он изо всех сил пытается увидеть в зеркале Петра. Но кем бы себя в ВВХ не мнил и кого бы он не изображал перед подданными, факт остается фактом. В историю он войдет как трусливый, жалкий, жестокий и мстительный человечек. И это очевидно уже не только нам, но и, наконец-то, всему миру. Никто в мире его не боится. Вот он заставлял королеву Великобритании ждать его там какое-то определенное время, не соблюдая никакие правила протокола. Теперь о него вытирают ноги просто все. Но напомним, так было не всегда. Еще каких-то семь месяцев назад, когда Украина только была на пороге большой войны и Путлер накапливал войска у наших границ, весь мир стройным хором пел песню «Не нужно провоцировать диктатора». На протяжении многих лет немецкое правительство придерживается конкретной стратегии. И эта стратегия касается того, чтобы не экспортировать летальное вооружение. Тот, кто верит в Европу, должен уметь работать с Россией и находить пути и средства, чтобы строить будущее в Европе и с европейцами. Президент Путин заверил меня в своей готовности сохранить территориальную целостность Украины. И даже когда Украина просила ввести превентивные санкции, чтобы сдержать агрессию России, считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции против России, чтобы даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе. Наши партнеры продолжали дуть на холодное. Санкции должны нести сдерживающий эффект, а если они будут введены превентивно, то что тогда сможет остановить Путина от вторжения в Украину? Администрация Байдена пытается балансировать посередине, не оставлять Украину на произвол судьбы, но одновременно и не провоцировать Россию. Это своего рода принцип златовласки – каша не слишком горячая и не слишком холодная. Да чего уж греха-то, и долгие годы вся политика Запада в отношении Украины основывалась на том, чтобы не сильно драконить РФ и Путина лично, раз за разом оставляя ему возможность сохранить лицо. Страх. Вот если мы примем Украину, нам же придется ее защищать, а там Путин, у него очень сильная армия, придется с ним воевать. И расисты во главе со своим лидером активно этим пользовались, продолжая бряцать оружием, лгать в глаза и потешаться над глупыми англосаксами. Российский президент на глазах у всего мира смеется последним. И неясно, долго ли и кому это терпеть. Как оказалось, долго терпеть не пришлось. Благодаря смелости и отваге украинцев, а также успешным операциям в СУ, немного больше, чем за полгода Путин из устрашающего диктатора с огромной армией превратился в обыкновенное ничтожество. Запад избавился от фантома 15-летнего, страха перед путинским ядерным шантажом. Это были пустые совершенно понты. И это при том, что бункерный дед уже использовал все виды страшилок, даже угрозу применить ядерное оружие. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блядь. И как же отреагировал мир на очередной ядерный шантаж? Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена. Поэтому мы очень четкие в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что Российская Федерация не может выиграть ядерную войну. И он делает еще больше фальшивых заявлений и бряцает оружием. Это не сработает. Международный альянс силен. И Украина сильна. Мы не успокоимся, пока Украина не одержит победу. Очень важно, чтобы Москва услышала нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими. И мы очень ясно заявили об этом. Вместо заламывания руки обещания не дразнить русского медведя, весь мир четко сказал Путину. Остановитесь. Но что еще более страшно для кремлевского карлика? Его уже не просто не боятся, откровенно над ним глумятся. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все. Вы помните, как еще в прошлом году мировые лидеры осторожно высказывались о Путине и относились к нему только с уважением? А над его сумасбродствами потешались разве что пользователи соцсетей? Например, стол в Кремле стал популярнее самого Путина, когда старый параноик, так боясь за свою жизнь, отсадил президента Франции Эммануэля Макрона чуть ли не в соседний зал. На столе поместились все от Кадырова до Волочковой, вся Тайная вечеря, неутомимая Мария Захарова, Алина Кабаева, Солсберецкие шпионы, Рыжий кот, Марина Абрамович и четыре белых лебедя из Большого театра. Но это были все мемы от обывателей. А вот уже реальные политики. В пиджаках, без пиджаков, давайте разденемся. Мы все должны показать, что круче Путина. Так лидеры G7, бывшие G8, из которой Россию вытурили за агрессию в Крыму, высмеяли Путина на саммите в этом году. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила это сделать верхом на лошадях. Ее идею поддержал канадский премьер Джастин Трюдо. Мы продемонстрируем верховую езду с обнаженной грудью. Главы ведущих стран мира совсем не дипломатично. Открыто насмехались над любовью Плешивого демонстрировать свою маскулинность. Ладно, если бы над ним насмехались только его оппоненты. Это еще можно понять. Но над недоимператором глумятся уже даже представители государств, которых он называл своими союзниками и надежными друзьями. Так, например, случилось на недавнем саммите Шанхайской организации в Узбекистане. Если раньше Путин позволял себе опаздывать, то теперь он был вынужден сам покорно ждать, пока к нему выйдут. В окружении телекамер диктатор Сиротлива в одиночестве дожидался президентов Турции, Азербайджана, Индии и даже Кыргызстана. Путин обычно опаздывал на несколько часов и к королеве Великобритании, и к папе Римскому, и ко всем остальным. А сейчас Путин ждет кого? Президента Кыргызстана. Это еще один, так сказать, такой шлепок по носу. К слову, турецкий лидер Раджеп Таип Эрдоган унижал ВВХ еще до того, как это стало мейнстримом. Вот так, переминаясь с ноги на ногу, Путин стоял и бесновался, пока Эрдоган занимался своими делами. Сам Эрдоган может говорить с Путиным. И почему Путин его боится? А потому что Эрдоган не боится Путина. Но если бы все ограничилось только одними опозданиями. Торжественный ужин для Вальдемара тоже прошел непросто. Мы показываем сейчас эту фотографию, он сидит, у него еле ножки достают до пола. Лидер Китая Си Цзиньпинь и подавно решил проигнорировать встречу. Даже не удостоив российского президента своим присутствием. Путин, значит, заявив о том, что Россия поворачивается спиной к западу, лицом, значит, к востоку, он получил от востока четкое и ясное указание. Не нужно здесь твое лицо по очень простой причине. Потому что лица твоего нет, ты потерял лицо, ты проигравший. И поэтому ты здесь не нужен. Кстати, злые языки поговаривают, что именно руководство Поднебесной, с которым так активно заигрывает диктатор, пытаясь склонить его на свою сторону, придумало для Путина весьма обидную кличку. Путин не оправдал надежд многих людей, но многих он откровенно разочаровал. И Си Цзиньпинь, несомненно, один из них. Не судят только победителей. А Путину до победы, как до неба ползком. Ну или до Поднебесной. Кстати, и у президента России появилась кличка. В китайском руководстве Путина называют «щенок». Не сложилось у президента террориста и с поездкой в Туркменистан, куда он летал на Каспийский саммит. Причем там его унизили сразу же, как только он вышел из самолета. Вот он в гордом одиночестве шагает без всякого сопровождения. Еще и уточняет, в какую именно машину ему сесть. Для сравнения, вот так встречали других участников саммита. Хлеб-соль, цветы, делегации, уважение и почет. Этого достойны все мировые лидеры. Кроме одного, завравшегося и потерявшего связь с реальностью старика. Обычно все происходило с точностью наоборот. Обычно все лидеры Центральной Азии ездили в Москву на поклон к Путину. Сейчас ситуация изменилась, и это, конечно же, чувствуют в том числе и путинские визави в Центральной Азии. Но самым настоящим и болезненным плевком в лицо стал Димаш, казалось бы, ближайших соратников царя-неудачника. Кыргызстан отменил военное учение ОДКБ на своей территории. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Напомним, ОДКБ — это такая себе извращенная пародия на НАТО. В основном эта организация призвана защищать авторитарные режимы в странах-участницах. Забавно, что несостоявшиеся учения должны были называться «Нерушимое братство-2022». Но на деле братство вышло так себе. Ведь после объявления в России мобилизации другие члены ОДКБ запретили своим гражданам участвовать в войне против Украины. Члены ОДКБ призывают своих граждан, находящихся в России, ни под каким предлогом не идти на войну, угрожая уголовной ответственностью и конфискацией имущества. И те лица, которые участвовали в боевых действиях против Украины, например, в составе так называемых ДНР и ЛНР, в Казахстане они осуждены по статье наемничества. Ведь Путину уже не рады даже в некогда дружественном Казахстане. Против визита Путина выступают как рядовые казахстанцы, так и видные общественники. Граждане страны призывают открыто протестовать против визита Путина и обращаются к властям республики. Они требуют отозвать приглашение российского президента. Да что там, Путин настолько потерял лицо и авторитет в мире, что заднюю дает уже даже его лучший дружбан – усатый таракан. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Хотя Лукашенко и разрешает наносить по Украине ракетные удары со своей территории и размещать в Беларуси российских военных, Путину так и не удалось пока продавить его и заставить отправить воевать в Украину белорусскую армию. Все, на что сподобился бульбофюрер – это объявить, внимание, контртеррористическую операцию. В КГБ Беларуси заявили о подготовке серии терактов. Якобы на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Начали процедуру с развертыванием союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая будет дополняться уже частями Российской Федерации. Все по плану. Ну вы поняли. Картофельная голова снова пропетлял. Вроде и киричито мифической угрозе для Беларуси. Но в Украину вторгаться не спешит. Мол, его войска дома посидят. А вось какой-никакой террорист позарится на его владение. Так что, когда ситуация стала патовой, ряды пушечного мяса пришлось пополнять мобилизованными россиянами. Верю в вашу поддержку. Не удивляет уже и список стран, поздравивших юбиляра террориста с 70-летием. Ну что, немногие государственные лидеры сегодня позвонили Путину и тем более приехали в Питер, чтобы его поздравить. Первым дозвонилось руководство Никарагуа, потом главы КНДР Чечни и Беларуси. Он это чувствует, что он стал мировым изгоем. Он пытается сейчас доказать всем, что он все-таки всех сделает, всех победит, всех, так сказать, обхитрит, всех обманет и так далее и тому подобное. Конечно, им очень обидно. До соплей обидно. Уже всему миру очевидно. Культ личности, попытки копировать Петра Первого, постоянные угрозы и шантаж не более чем пшит. Пока Владимир Путин выстраивает вокруг себя культ собственной личности, он не заметил, как превратился в посмешище для всего мира. Мир видит в Путине совсем другого человека. Злого, трусливого, агрессивного, мстительного, полного имперских амбиций и мачизма. Но вместе с этим достаточно нелепого, чтобы над ним можно было вдоволь посмеяться. Теперь иметь дело с кровавым диктатором значит себя не уважать. И желающих пятнать свою репутацию отношениями с токсичным президентом с каждым днем все меньше и меньше. Владимир Путин официально признан самым непопулярным политиком во всем мире. Это результаты опроса в 18 странах. Негативное отношение к Путину в США испытывает 92% населения, в Великобритании 90%, во Франции 89%, в Италии 86%, в Германии 85%. Путин до тебя ненавидит весь цивилизованный мир. Вся планета ждет не дождется, когда ты побыстрее сдохнешь. И уже не за горами тот день, когда единственными, кто не побрезгует подать руку Путина, будут его собственные марионетки-гауляйтеры с оккупированных украинских территорий. А когда Украина освободит свои земли и все коллаборанты отправятся за решетку, пляшевого диктатора станут презирать даже его собственные холопы. И смеясь прямо ему в глаза, вся Красная площадь будет скандировать. Набрали воздуха и по моей команде на счет три. Раз, два, три! Путин хуй! Путин хуй! Путин хуй! Путин хуй! Путин хуй!